Что сказать? Я не познаю футбол Казахстана, но сегодня хочу поблагодарить мою команду, почему она играла против очень хорошей команды. Был сегодня очень хороший соперник, но соперник играл с три игроков. Это тоже за меня, как по футболу. Я не знаю, что сказать. Извините меня, что я не могу ничего больше сказать. Спасибо вам. Ну что можно сказать по игре? Не подоксально это звучит, но мне сегодня игра, моей команде понравилась игра. Мне не понравился, естественно, результат. Если брать точку отсчета, то сегодня мы имели подавляющее, достаточно большое преимущество. Единственное, что нам не хватило, это реализация. Да, их немного, наверное, моментов было не так уж много, но понятно, что соперник после 0-3 все, в принципе, бросил на оборону. Но все-таки мы имели шансы не того, чтобы забить, не смогли. И вот эта вот единственная ошибка, которую мы, в принципе, допустили во втором тайме, во втором, причем она началась даже не с передачи, а началась, как бы, есть причина, есть следствие. Когда мы нарушили правила на боковой линии, причем там ситуация не требовала, это достаточно простая ситуация, после этого фактически пошли две эти передачи опасные с этого фланга, и тут же с другого ошиблись, ошиблись, с кем не бывает. Ну, я ребят поблагодарил за то, что они проявили характер. Характер, то есть до конца все-таки пытались, да, там уже немножко был такой навал, но ситуация, как бы, сама подсказывала, и они все-таки до конца старались отыграться. То есть это говорит о том, что если у команды есть характер, а он ее есть, то за командой можно сказать, ну, я, по крайней мере, как говорится, спокоен. Потому что первые игры, особенно весенние, на не очень хороших полях, я не жалуюсь на поле, сразу вам говорю, поле для нас и для соперника одинаковое, но если по весне, как говорится, все кружки серые, в основном команды бьются, борются. Ну, вот, то есть в большей степени решает функциональную готовность. Вот, коротко, что я бы хотел сказать. Пожалуйста, вопросы. Про Преслана и Орданова сказали, что не выплатили для него долг, поэтому он пока еще не может пройти с договора на сей. Это правда? Да, он не заявлен, поэтому, знаете, я в этот вопрос никогда не лез, это не моя компетенция, моя компетенция, это работа с командой на поле. Я знаю, что он еще не заявлен. А причина, это, извините, вопрос никогда. А с командой тренируется? Конечно, он работает с командой, он работал и в Анталии, и здесь он работает. Я, в принципе, его даже сегодня готовил, будем так, в число 18 футболистов. Он готовился, но я не знал, что он оказывается не заявлен. Я сам только узнал вчера, что он оказывается, что у нас не заявлен. Выход двух центральных защитников, в отличие от первого тора, это связано с обилием травм или с чем-то еще? Да, с обилием травм. У нас нет центральных защитников. Я убеждаюсь в том, что Тимирлан Керлана – это игрок уже стартового состава, который конкуренцию просто составляет даже более старшим ребятам. То есть меня к нему сами хотели отдавать. Но я категорически настоял, что этот фланг нельзя, по-первых, ну не свой, но здесь, как говорится, здесь. Он будет играть. И он очень прилично сыграл, может быть, за исключением вот этого момента. Но там не только один, целый ряд ошибок. Поэтому у меня просто выбора защитников нет. Тот же Зоро, он рвался, рвался, я буду играть. Ну, я же никогда не поставлю человека, то есть рискую за здоровьем. Тем более он там глаз практически не видит. Там любое столкновение, любая игра головой, то есть человек может потерять нагрузку. Учитывая то, что он все-таки получил какое-никакое сотрясение мозга, а после этого там вообще где-то в неделе-две вообще нельзя ничего делать. То есть это стечение обстоятельств. Поэтому из того, что есть, я выбираю на сегодняшний день. Вопрос есть еще? Да. Чем связано выход Гулешева вместо Бачарова? Он играл по краю? Ну, просто усилить. Ну, будем так усилить. Все-таки я олимпиапорта знаю, достаточно хорошая скорость. Хорошая скорость именно за счет вот этой скорости постараться скрыть клаву. И у нас в первую скорость. Вот, ты говоришь, у нас кем-то подальше. У нас подальше, без надежды, что он в этом плане поможет. Он не совсем будет так и не получать.